Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Что будет в новой серии сериала? Сериал продолжается со всем своим азартом. В этом эпизоде сериала Архун берет Хиру навстречу с Ектой. Хира думает, что теперь она пойдет с Ектой. Афифе видит, как Хира уходит со своими вещами и рада избавиться от нее. Но радость Афифе длилась недолго. Архун приводит Хиру по адресу, который ему сообщил Екта. Как только Архун добирается до места назначения, звонит Екта. Екта звонит Архуну и просит поговорить с ним тайно, и Архун позволяет Екте говорить. Екта объясняет ситуацию Архуну и говорит, что он не может взять с собой Хиру и что с ним они не будут в безопасности. По этой причине он просит Архуна позаботиться и защитить Хиру и ее дочь, пока он не вернется. Архун принимает просьбу Екты. Затем Архун показывает Хире дом и велит ей войти. Хира выходит из машины и идет к дому, оглядываясь назад и думая, что больше никогда не увидит Архуна. Архун тоже стоит перед машиной и молча наблюдает за Хирой. Когда Хира подходит к двери дома, Екта открывает дверь. Сахра обнимает Екту и говорит, что я так по тебе скучаю. Екта тоже обнимает Сахру и говорит, что тоже скучает по ним. Екта велит Сахре войти внутрь, и внутри ее ждет сюрприз. Затем Екта поворачивается к Хире и начинает объяснять Хире свою ситуацию. Хира начинает обвинять Екту в том, что он не взял их с собой. Екта говорит Хире, что ей очень жаль, что так произошло. Екта сообщает Хире, что его враги преследуют его, что Хира и Сахра в опасности. По этой причине Екта говорит Хире, что ей следует остаться на некоторое время в доме Архуна, и что это самое безопасное место для них. Хира говорит Екте, что ей трудно принять благосклонность Архуна после того, что он сделал. Екта говорит Хире, что он знает, что случилось с Хирой и все такое. Но тем не менее Екта говорит Хире, что она должна быть в доме Архуна и под его защитой, и что враги Екты там не посмеют причинить вред тому, у кого есть дом и защита Архуна. По этой причине Екта говорит Хире, что оставаться в доме Архуна – самый безопасный и правильный путь. Как бы Хира ни пытался отговорить Екту от его решения, Екта велит Хире прислушаться к его совету. Хира неохотно слушает Екту. Екта выходит один, смотрит на Архуна, ожидающего в своей машине, жестом передает ему Хиру и уходит. Архун выходит из машины и подходит к двери дома, не решаясь позвонить в дверь, он решает дождаться выхода Хиры. Через некоторое время Хира выходит из дома вместе с дочерью и молча садится в машину Архуна. Когда Хира и Архун садятся в машину, они оба разговаривают друг с другом внутренним голосом. Когда Архун думает, почему Хира на него так расстроена, Хира думает, что Архун бросил нас. Через некоторое время, когда Афифе стояла в саду, вошел Архун с Хирой и, увидев их, Афифе посинела от гнева. Архун велит Хире пойти в ее комнату. Когда Хира подошла к двери своей комнаты, у нее закружилась голова, и она упала на пол без сознания. Сахра пытается разбудить мать, но, опасаясь, что ей не удастся ее разбудить, выходит на улицу просить о помощи. Архун, смотревший на них из окна, тут же вылез, узнал, что случилось с Сахрой, и побежал к Хире. Когда Архун поднимает Хиру с пола и укладывает ее на диван, волосы Хиры запутываются в его часах. Архун снимает волосы Хиры со своих часов, оказывает ей первую помощь и ждет, пока она придет в сознание. Несмотря на заботу Архуна и ненависть Хиры, судьба пытается снова свести их вместе. Не забудьте поделиться с нами, что вы думаете об этом в комментариях. Берегите себя и увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok